Ну, конечно, мы проиграли, это самая главная проблема, и что касается игры, то мы играли, на мой взгляд, интереснее в роли, но две ошибки, которые мы совершили, то, конечно же, они в первую очередь и предупредили ход игры, и, конечно же, результат. Моменты у нас были, как в первом тайме, так и в втором, но, к сожалению, мы не реализовали их. Если бы мы забили больше, чем один, я думаю, конечно, мы не проиграли. Но что сейчас говорить, результат 2-1, говорить на какую-то тему, нет смысла. Спасибо, давайте перейдем к вопросам, не забываем представляться, называться в СМИ и задавать вопрос в микрофон. Да, пожалуйста. День добрый. Европейско-Азиатский Новосибирский парад Беларин. Сегодня фактически был выключен из игры Марка Анатолия. Вашими футболистами он стал лучшим способчиком урала в последних игр. Была ли какая-то персональная установка Владимировна его заведения? Нет, персонально не было. Мы готовились к игре и рассматривали всех игроков, но в первую очередь рассматривали, как команда играет соперника, но акцент делали на свои игры. Спасибо. Да, пожалуйста. Сергей Павлович, можете сказать о видении о первом голе Урала, что вы считаете неправильно, возле точки зрения неправильно или нет? Ну вот весь абстрагировался судья, просто как эксперт. Ну, мне показалась первая передача, которая шла, там был офсайт. Ну, надо смотреть. Но по первому впечатлению я, соответственно, реагировал на это, потому что я видел все-таки, как по мне, офсайт был. Спасибо. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Валерий Болевиков, Джон Дон. Два гола Урал забил две игроки, которые вышли на замену. То есть, меня не сыграли. Согласны вы, что именно в плане перестроения игры по ходу второго тайма Урал стал ключом? Ну, я думаю, наверное, тренер это скажет своей команде. Я лично думаю, что, в первую очередь, мы не доработали в своих действиях в обороне, но, конечно же, и в атаке. Поэтому это самое главное. И не соперник, не реферий виноват в нашем проигрыше, а мы сами. Валевая победа. Получили гол как раз с того, на чем акцентировали. Видимо, сильно много говорили. Вот так получилось. Исправили сами ситуацию. Еще раз, очень важная победа. Во-первых, в раздевалке говорилось о том, что сыграть и для болельщиков, потому что не очень удачное начало. Дома было. И хотелось отблагодарить именно за терпение и за поддержку. Несмотря на эту погоду. Люди пришли, и люди болеют. Ребята выложились на сто процентов и выиграли игру. Всех с победой. Спасибо. Давайте перейдем к вопросам. Не забываем представляться и задавать вопрос в микрофон. Да, пожалуйста. Добрый день. С победой у вас. Европейско-Азиатские новости Тайл Белар. Вопросы к вам два. Первый. Сегодня был такой момент непонятный по поводу офсайта. Как вы считаете, может стоит на матчах РФПЛ вести наконец-то систему ВАР, которая была во время чемпионата мира? А мне какие вопросы? Наверное, есть кто отвечает за это. Придет время и идут. Сейчас что уже говорится. То, что я сейчас вам отвечу, от этого что-то изменится. Второй вопрос. Владимир Ильин является одним из самых, наверное, талантливых нападающих в нашей религии. Но, к сожалению, у него не клеится. Моменты есть, но как-то в завершающей стадии не получается. Вопрос к вам. Очень важны, наверное, взаимоотношения между новым тренером и футболистом. То есть вы не смогли пока подобрать ключик к Владимиру? Почему так не выходит? Спасибо. Во-первых, Володя старается. И к нему в этом плане вопросов нет. Большая отдача, огромное желание. Поэтому я думаю, что если такой же настой будет, все вернется. А начнем с того, что забивать голы начал он в то, что у меня выходя на замену. По-моему, 14 мячей забил, 9 из них выходя на замену. То есть здесь вопрос, наверное, не к ключам. Наверное, общий такой вопрос. Бывают такие моменты у нападающих. Ничего, перетерпит и будет забивать куда он денется.